Дмитрий Самаркович, Дмитрий Михайлович, добрый вечер, поздравляю с победой. Сегодня в стартовом составе вы выпустили Гарри Сирикянов и Тимур Сульман. Почему приняли такое решение, несмотря на то, что эдиспутболисты уже ранее выступали за победным и могли, возможно, помочь еще с первым. Вы сказали, что в стартовом составе они на замену вышли? Не вышли в стартовом. Да, потому что у нас есть группа игроков, которая на сегодняшний день побеждает. Я имею в виду не то, что побеждает, а команда, которая делает результат и все конкурируют между собой. Это очень важно. И на сегодня есть конкуренция. Решение мы, опять же, отталкиваемся от того, что, как мы видим стратегический матч, Эдгар только у нас появился буквально недавно. Он провел тайм в Кубке и неплохо себя провел, поэтому получил сегодня шанс выйти со второго тайма. Тем более, нам нужен был игрок в позицию, где нужны индивидуальные действия, обыгрыши, дриблинг. Поэтому такое тактическое решение приняли. Что касается Тимура, то же самое конкурирует с Воробьевым. И достаточно успешно выступает в Кубке страны. Дима в чемпионате, поэтому друг друга меняют, так скажем, относительно позиции своей. Идет хорошая, здоровая конкуренция. Поэтому мы, в принципе, довольны. Опять же, кто будет более качественней в тот или иной день. И какая стратегия на матч тренерский штаб выберет, те будут футболисты выходить на поле. И вопрос, что по-моему, сегодня он сделал два клуба, ну, забыли, точнее, по мячам. Как Вы считаете, сможет ли он стать лучшим каком-то чемпионата и боится то, что уже зимой за ним нужно проходить в Кубке? И как из России, так и из Европы? Ну, нам что бояться? У него есть контракт, действующий контракт, руководство уже все сказало на эту тему. Потому что Алексей только начинает свой путь, фактически это его такой первый сезон, его хорошо очень проводят. Нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает, он сам очень здраво себя оценивает. Поэтому разговоры о том, что кто-то придет или кто-то уйдет, ну, придут и уйдут, вот какие вопросы. Спасибо еще раз, Калинин. Спасибо, коллеги. Еще вопросы. Ну, шансов нет, потому что он еще продолжает восстановление и индивидуальную работу. Он еще даже не тренируется в общей группе. По прогнозам, скорее всего, это все уйдет в октябрьскую паузу на сборной, так и скажем, где он начнет тренировки в общей группе. Поэтому мы не форсируем. Очень важно, чтобы он вылечился, был абсолютно здоровым. Но вот, к сожалению, то повреждение, которое он из сборной получил в матче, да, на сегодня до сих пор он пока еще проходит этап реабилитации. Спасибо. И понятно ли, что с Найру? По Найру пока сложно сказать. Очень много реакции сегодня было на поле, да, так скажем, потому что различные места начало прихватывать. Вот посмотрим, сейчас обследование проведем оперативно и поймем уже более конкретно, есть ли повреждение или нет.